Усеянный мёртвой рыбой берег Волги. Такую картину уже несколько дней наблюдают жители посёлка Ровное. Говорят, в воду не зайти. Да и на берегу в такую жару не отдохнёшь. Мёртвые туши постоянно прибивают к суше. Отчего погибла рыба достоверно пока неизвестно, но есть различные версии. Подробности в нашем следующем материале. Речные купания у посёлка Ровное омрачают вид дохлой рыбы на берегу и сопутствующий зловонный запах. Странный мор коснулся в основном карасей. Я купаюсь каждый день, но тухлая рыба здесь дня 4 или 5. Но много рыбы тухлой. В Ровное приехала специальная комиссия из Саратова и взяла пробы воды, рыбы и донных отложений. Пока точную причину гибели карасей назвать не могут. Но у специалистов Росприроднадзора есть успокаивающая версия. Возможно, не произошло ничего из ряда вон выходящего. Рыбный мор – это последствия жары. Предположительно, это связано с климатическими условиями, с резким потеплением выше нормы. Из-за этого образуются синие-зелёные водоросли, которые и влияют на замор рыбы, именно карася. В момент размножения синие-зелёных водорослей карась покрывается бактериями, которые мешают ему дышать. И после этого он задыхается. В свою очередь специалисты областной ветеринарной лаборатории установили, что мёртвые караси поражены инфекционной болезнью рыб. Обнаружен возбудитель псевдомоноза. Источником инфекции могут быть больные, переболевшие, а также рыбы, обитающие в источниках водоснабжения. Пока причина экологического ЧП в Ровном окончательно не установлена, местная власть советует населению держаться подальше от реки. На нашем сайте будет размещена информация, что всё-таки предупреждающее население Ровенского района всё-таки, наверное, себя обезопасить и, может быть, меньше выходить купаться и поить скотину этой водой. Но в жару из двух зол возможность заразиться и солнечный удар последняя пугает ровенцев больше. Поэтому даже дохлая рыба на берегу не отменяет летних купаний. Юлия Шишкина, Олег Бирюков, РНТВ, Саратов.